Добрый день всем друзьям, любителям шахмат, здесь на Ческом.ру. С вами гроссмистр Алексей Армалинский и еще одна партия шестого тура турнира претендентов. Ванхау белая, Ващева граф черная. Что можно сказать о турнирном положении участников? Ванхау потерпел поражение, в предыдущем туре проиграл Яну Непомнящему, откатился на 50%. Максим продолжал действовать уверенно, хотя может быть все-таки не идеально у него шла игра, но тем не менее в турнирной таблице неплохо ставил, плюс один. Вот теперь играет Грюнфельда. Вот была у нас партия уже в этом турнире, да, между Фабиано Каруано и Яном Непомнящим. Говорил они много об этом варианте, как вот по-другому сейчас люди смотрят на всю эту теорию, старую теорию классического варианта защиты Грюнфельда. Идут другим путем, вот этот ход Б6. Ну, ладно, и упомянул, по-моему, я ход А4. Играл его Антон Коробов с большим успехом. Он выиграл, по-моему, три партии при одной ничьей. Ну, другие шахматисты пробовали. Еще похожая идея, вот в этом турнире сколько раз видели движение пешки Аш. Только как только кто-то приготовится что-то фианкетировать, начинается движение пешки Аш против этой пешки G6 или G3. Ну, просто удивительно. Значит, о партиях Коробова. Ну, во-первых, когда он сыграл-то первый раз против Любов Тачника. Ну, крупного теоретика, шахматиста из Словакии, Любов ответил Е5. Ну, это интересно было. На самом деле, ведь идея хода А4 еще в том, чтобы эту клетку на G5 для слона использовать. Значит, атаковать ферзиа. Ну, может быть, ферзь Д7 было поточнее. Но было сыграно в ферзь Д6, кстати, очень интересно. Неожиданное взятие. Абсолютно неожиданное. Казалось, белые пойдут Д5. Но на самом деле выяснилось, что если разменять ферзей, то вот такая вот получается катавасия. Там же еще слон Е7 и слон Д6. Белые могут выиграть качество. А если пойти так, то, разумеется, качество не потеряешь. Но Эншпель будет крайне неприятный. Против двух слонов и особенно такого на Д5. Ну, уж не знаю. Поэтому Люба сыграл, взял на Е5 ферзь, все равно у него трудности сохранились. Ну, уж не знаю, что здесь. От схода слон Е6 черные отказались. Не мудрено. Кому ж охота такую позицию играть. Ну, и после коня опять дела не сложились. Очень энергично действует Антон Коробов. И развил он сильную атаку. Ну, дальше что-то я там ничего не понял в этой партии. Там какие-то были ошибки, мне кажется. И, может быть, ходы были неправильно заведены в базу. Но не суть важна. Здесь все понятно. У белых шикарная позиция. Ладненько. Значит, Е6. Ну, Е6 уже люди ходят довольно-давно в ответ на H4. И, ну, вот H5. Кстати, сам Антон Коробов играл с вон же 5 пару раз. Вот когда на Чускаме здесь Pro League. Кстати, это в этом году было. Он играл, по-моему, за немецкий клуб. Да, они встречались с китайским клубом. В общем, он это два раза проверил против серьезных противников. ВАИ и День Лежания. Ну, не знаю тут насчет преимущества у белых. Тут еще в партии с ВАИ вообще ляпсус был. То есть, черные разменялись, пошли так, и Антон просто зевнул. Такой удар. Ну, будь это партия, наверное, с нормальным шахматным длинным контролем, а главное, при противниках, сидящих друг напротив друга, то, ну, уж, наверное, черные здесь довели бы партию до победного конца примерно одним ходом. Слон бьет Е5. Ну, что ж, пока же на С4 брать необязательно. Можно возобновить угрозу мата. Ну, к сожалению, ладно, я не знаю, об этом сейчас не время говорить. Видео должно быть покороче. Но все-таки вот эта вот игра на компьютерном экране, она все сводится к какому-то, ну, к пуле, то, что называется. Да, даже не к блицу уже. Но люди делают огромное количество автоматических ходов. Снижается уровень игры. Было сыграно ферзь БЦ4 и так далее. И вообще партия закончилась в ничью. Ну, не суть важна. Ладно, я не знаю про теорию здесь. Слон Ж5 возможно, но было сыграно аж 5. Так. Главная партия в этом варианте была сыграна достаточно давно между замечательными шахматистами. Василием Ивановичем белым и Александром Грещуком черными. Это было гран-при. Играли в 12-м году. Идея хода ферзь А4 в основном в том, чтобы не допустить того, что случилось в партии Карлана. Не помнящий и не помнящий Ван Хао. И, кстати, не помнящий День Лежения. Хотя, на самом деле, в той партии это как-то все обошлось. Я он выиграл. А это заход этой пешки на А6. Или в том случае на А3. Вот в этом идея выйти в ферзь А4 и не дать хода А6. Ведь белые не играют ни на атаку в стиле, там, как против дракона в сицилианской. Слон А6 и мат у них нет уже в 1-А1. Они как раз играют на то, что пешку на А6 задвинуть и ограничить и черного слона, и короля. Это и для Митэшпилля, и для Айншпилля может быть очень опасно. Еще раз посмотрите мой ролик про партию Карлана не помнящий. Там я все эти вещи объяснял. А здесь это не проходит. И вот сыграно было так вот. Это вся теория. И сюда. И в А1. Ну, наверное, незначительное уточнение. А может быть и не уточнение вообще. Василий Михайлович играл ладья Д1. В ответ на что, стыду своему, не зная отчества Грещука, Александр ответил ладья Ц8. И здесь вдруг показалось, что он качество зевнул. А на самом деле Грещук ничего не зевнул. Он сделал вот этот ход ферзажа 8. Ну, совершенно задачные мотивы, да. И нехорошо качество забирать. Черные поляк, король неожиданно очень слаб. У черных и пешка за качество. И слон на Б5 совершенно не суразный. В общем, в этой обстановке Иванчук решил, что искушать судьбу не надо. И повторил ходы. Вот такая вот ключевая главная партия. То есть, какая-то, конечно, вопрос, почему Максим не действовал по этим же самым образцам. Ну, мог так сыграть. Не вижу ничего. Никаких проблем в этом не вижу. Наоборот, выглядит красиво. Вот сюда. Ну, не знаю, какие-то варианты я тут смотрел. Вот. Зачем я все это смотрел? Ну, да. Можно попробовать воспользоваться все-таки странным положением ферзя. Пытаться зайти через центр. Какая-то ничья у меня тут получалась. Вот такая вот ничья. Сумбьет и всем есть ход. Король сюда. Ферзь сюда. Мата уже на H2 нет. Но ходы можно повторять. На А7 не рекомендуется. Ферзь и с 7 пойдут. Надо иметь возможность дочитать шаг по линии H. Поэтому ферзь стоит на диагоналях. На вот таких диагоналях. Ну, не знаю. С другой стороны, во-первых, я не уверен, что этот вариант вообще какое-либо отношение имеет к правде жизненной. Во-вторых, ну, не знаю, может быть, может быть, как-то ваш Еваграф думал бы так поиграть, что ли. Но, с другой стороны, так как вот он играл, перспектив у черных на выигрыш не было никаких. То есть, по большому счету, я ведь сторонник того, чтобы были результативные партии. Но в то же самое время, разве можно отказываться от сильнейших ходов, только потому, что у белых в ответ будет ничья. Но это все-таки есть какая-то вот, ну, правда какая-то в теории. Да, если черные уравняли, значит, следующая партия, белые, от этого уклонятся, будут искать что-то другое. Если уклоняться от ничьей, ну, скажем, вариант Зайцева играть нельзя, там же конь G5, и конь F3 назад. А Карпов так играл всю жизнь. Ну, несколько цинников его поймали, украли у него 2 очка рейтинга. Но Анатолий Евгеньевич пожал плечами, а вариант Зайцева не бросил. В общем, я не знаю, зачем пошел Максим сюда, и, ну, позиция у него все равно ничего. Ну, вот опять же, король G7, король F2. Я даже не знаю, но Ван Хау трудно обвинять, но он, у него здравый смысл в шахмане. Он делает правильные ходы. Наверное, можно было сыграть G3, но, не знаю, я что тут. Ну, типичные это все маневры такие, но, белые все-таки свои цели здесь, мне кажется, не достигают. Черный конь приходит на D5. Близко здесь дело к равенству. Поэтому пошел, Ван пошел, король F2, ну, и ожидалось, да нет, этого не ожидалось, то что вы говорите. Ожидался шах. Конь G3, теперь сюда. Нападая на пешку D4. Ведь E5 играть нельзя, ферзь опять вернется. Может быть, вот этого не заметил ваш Елограф. Удивительное маятниковое движение ферзя. Ну, все, пешка уже на D4, защищать ее нечем, ходить вперед. Тут угрожает конь F5. Ну, или так. Черный выиграет пешку на D5. Наверное, и партия после этого. Ну, по крайней мере, лучше будет стоять. В общем, я не знаю, что мотивировало ваш Елограф так пойти. Может быть, чего-то он не досмотрел. А вот после всего этого размена владея получилась довольно типовая позиция. Но это уже, если же к бабке не ходи. Но, объективно говоря, у белых всегда здесь получше. Нужно было сыграть конь Е5. А еще автоматически было сыграно конь А5. При фигурах, да, можно поставить коня на А5 в Гринфольде. Что делал Максим? У него это на самом деле тяжелейший Эйншпорт. А вот почему. Вот сколько вам нужно ходов черными для комфорта? Вам нужно слона с С8 на Д7, коня с Б7 там на Д6 или С5. Это же 4 хода. Но такого времени вам никто даст. Ну, про А6 я не говорю. Это уже все. Нарушает всю гармонию. Как только открылось поле на С5 для белого короля или даже для коня это вторжение очень-очень опасно. Он пошел с Вон С8. Иван, будучи шахматистом простым, надо сказать, в общем, народным таким, он сразу увидел, что он может выиграть пешку. вот что я вам скажу. Даже не знаю, как это сформулировать, помягче, что ли. Ну, вот, вы знаете, ну, чтобы увидеть вот ход конь Б5 на А6 конь С7, ну, в принципе, не нужно быть шахматистом уровня, там, 2760. Это многие могут сделать. Что из этого получится, мы об этом потом поговорим. Но вот всегда на меня производило впечатление, когда я изучал окончание партии замечательных мастеров окончания, это вот отказ от немедленных материальных завоеваний в пользу улучшения своей позиции. Ну, вот, скажем, не так, а Ж4. Почему Ж4? Я хочу Ж5. Я хочу зафиксировать эти пешки и воспрепятствовать черным черным пешке пойти на Ф6. Значит, в этой ситуации по-моему да, в этой ситуации по-моему там Ж5 ход вообще даже не получался у черных. А если играть слон Д7 вот сюда, вот, ну, допустим, я хочу свою идеальную позицию поставить. И вот здесь я хочу дать шаг и пойти слон А6. обрезать этого коня. Ну, вот я просто даже не знаю, ну, как вот это сказать, выразить, как вот вот же мои мысли по этому поводу. Ну, вот Карпов бы вот так сыграл. Или, по крайней мере, стремился бы к этому. Да и многие другие замечательные мастера окончания. хорошо, конь Б5, конь С7 было сыграно очень быстро. Вот конь С3 пожертвовали двумя темпами, чтобы все-таки подойти конем на А4, вынудить ход Б5. Вот где Крамник нам нужен. Вот сейчас как-то в шахматах, особенно, вот я говорю про времена нынешнего, этого вируса, когда все перешло на интернет, ну, не знаю, не вижу я больше такой игры, даже вот, даже у Карлсона. Даже самому Карлсону как-то хочется, ну, сыграть побыстрее, лепить так, как они в пулю лепят. Ну, ладно, заканчиваю старческое брюджание свое, ну, в общем, хотел увидеть такую игру. Вместо этого увидел следующую. Да, пешка выиграна. И вот здесь G4, ну, наверное, здесь G4 не работает. ответил G5 очень своевременно Максим, конечно, не допустил блокады по черным полям. Ведь можно было F4 пойти, здесь техническая работа, полюбуйтесь. Ну, допустим, слон D7, я пока отступлю. Вы говорите, а что такое, почему конца 5 не сыграли? А потому что вы проиграете этот тенджбурт. У меня пешка. Ну, забирайте. Ну, здесь нет, у белых остается решающее материальное преимущество. Мне не надо эту пешку G6 брать. Я заберу пешку C5, не пущу черного короля назад. У меня пешка, который выиграет партию. Никакой контр-игры против пешки G нет. Черных проигран. Этеншбурт, вообще проигран уже. Невозможно спрепятствовать движению пешки, она пойдет дальше. Слон может через C4 на B3 поддержать вот это, ну и так далее. Поэтому пришлось бы слон D7. Тогда я сначала этим конем хотел вернуться. Хочу на E3. Ну, допустим, в этом варианте, вот сюда приду. теперь так. Дальше следует, наверное, скорее всего, на движение пешки G. G5 вам играть очень опасно, поскольку после размены я приду королем на E5. В такой ситуации. В общем, тяжелый Эншбурт. Если попробовать воспрепятствовать этому походу коня, но здесь в общем-то белых устраивает все коневые окончания. Их проблема в том, что у них слон белопольный ограничен. И поэтому многие слоновые окончания выиграть невозможно. Там блокада. А в коневом нет, пожалуйста. Ну, теперь сюда. А здесь уже у белых больше пространства. Ну, и опять же, я просто двигал какие-то ходы. Ну, бить на D3 плохо. Сначала конь E4 шаг. А потом возьму. этого коня на так. Невозможно будет прикрыть все эти поля, по которым белый конь угрожает дать шаг черному королю и сбить блокаду. Теперь я на C4 иду. Я думаю, что белые просто выиграют эту партию. Такой роды техническая работа непростая. Но ведущие шахматисты всегда были на это способны. А многие это даже делали с удовольствием. Опять же, вызываю Владимира Крамника. Да, немножко прямолинейно сыграл Ван Хау. Но, как я же говорил, шахматист он простой. Руководствуется здравым смыслом. Не вдается в глубокие размышления. Ну, наверное, с практической точки зрения, что спорить с его успехами. Шахматист очень сильный и вообще находится на подъеме. Но, наверное, в этой ситуации стоит ему немножко поглубже взглянуть на позицию. Он потом и взглянул. Здесь он стал думать и пытаться, как ему этим конем. Он крутился и так, и эдак, и туда, и сюда. Но уже, объективно говоря, выигрыша не было у белых. Потому что невозможно вот эту пешку Б6 он атаковал. Но черные отказываются ее двигать вперед. Они ставят короля на Ц5. Не пропускают белого короля. Потом конь на Д6 приходит. В общем, здесь Ф5. Но это уже казалось все. Сейчас партия закончится в ничью. Мы с Добровым ожидали вот такого примитивного взятия. Но белый король просто не может напасть на Ж5. И вообще ничего не может. Надо соглашаться на ничью. И вдруг слом бьет Ф5. Мы как-то в недоумении стали смотреть на эту позицию. А не могут ли здесь белые выиграть? И первый примитивный вариант, который пришел к нам в голову, это поставить черных вот такой цукцланг. Защитить пешку Ф3. Если король черных отойдет, белые двинутся на Е5. ну как скажем в этом варианте. Вы спросите в чем беда? Ну вот беда в том, что этот ход приходит с темпом. и когда слон отходит, черные успевают сохранить блокаду на Ф4. Мы пришли к воде, что если белая пешка двинется, пройдет поле Ф4, то у белых будет выграно. Там еще и угол на А8 правильный для слона, а здесь выигрыша нет. Они потом к этому и пришли. И вот все вот эти долгие, трудные, я бы даже сказал, такие нудные маневры, что я хочу сказать, допустим, вот допустим, так вы решили потерять темп, да? Или минутку, в каком варианте смотрел? А, слон Д8, король Д6, да, ну да. Если здесь был бы ход черных в этом положении, то они могли бы пойти конь Ж2. Их спасает вилка с Е3. То есть невозможно подставить черных слон, это просто не получается. Ну да, как тут не пытались, в общем, он обошел слоном много очень полей, а 4, безусловно, белым не помогает, поскольку это дает черным лишние шансы на то, чтобы разменять эту последнюю пешку. В общем, в отчаянии я додумался до такого, я сказал добро, говорю, ты знаешь, мне кажется, если слон был бы на H1, это был бы единственная возможность Цукс Ванга. Ну как это слон на H1? Ну допустим, ладно, ну представим себе, мы же просто Энш переизучаем. Допустим, не взяли этого, да? Ну что, Цукс Ванга это или нет? Да, но наверное выигрыша нет. Все равно. такое вот здесь дело получается и да, берут ничья. Ну, все это, конечно, партия не имеет никакого отношения. Слон, естественно, на G2 и на H1 попасть не мог. Ну еще, в общем, они походили, походили они по кругу и наконец-таки в такой позиции пошел ванхау сюда, забрал, но понимал он, что выигрыша здесь не будет. Черный конь да просто атакует пешку на А4 и берет ее. Ну допустим, вот так вот, да? В таком варианте. Сюда. Ну, король F4 уже и следующим ходом взял на А4. Ну, в общем, закончилось все это в ничью. Вот такая история. Ну что ж, выпустил, выпустил свои шансы китайский гроссмейстер, сыграл немножко поверхностно. Не в них глубоко в позицию, а были хорошие шансы. Для Максима Ващева-Грава, ну, в общем, счастье, что его противником не был Магнус Карлсон в этой партии, иначе бы, скорее всего, он ничего бы не сделал. Ну вот и все. Значит, это мой последний репортаж, если это можно назвать репортажем, скорее воспоминания о далеком прошлом о шестом туре турнира претендентов. С вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский. Спасибо вам большое.